Как вы это? Начинаем? Давай. Так, ребят, начинаем курс «Контализация современной проблемой астрономии». Каждый раз у нас будет новый преподаватель, то есть человек, который лучше всего разбирается по тематике, о которой будет рассказывать. И сегодня перед вами выступит, кто не знает, Ольга Косеновна Сельченко, заместитель директора ГАИШ по научной работе. Ну, еще много рекалий, но мы сократили. Послушаем очень интересную лекцию. Значит, я вам представлю самые свежие, самые горячие результаты для галактик на больших красных смещениях, которые были получены, опять же, самыми продвинутыми, самыми лучшими инструментами, недавно запущенными в строй. Вот поэтому вот, так сказать, самое-самое-самое все для вас. Поскольку курс — это, так сказать, продвинутые горячие проблемы, да, вот они самые горячие и есть. Значит, галактики на больших красных смещениях — это галактики в прошлом, потому что скорость света — она конечна, и, соответственно, от далеких галактик свет до нас идет вполне себе заметное время, а от галактик на больших красных смещениях свет идет миллиарды лет. Вот на этой картинке, чтобы вы дальше могли ориентироваться, соотнесены красные смещения, наверху плашка, вот, с тем возрастом, который достигла Вселенная в тот момент, когда эти галактики испустили свои лучи свет, которые мы принимаем здесь сегодня. Вот. Если Вселенной там 13, как сейчас считается, и 8 миллиарда лет, то галактики на красном смещении 0,5 мы наблюдаем 5 миллиардов лет назад, на красном смещении единица 8 миллиардов лет назад, а вот на красном смещении 5 уже это первый миллиард лет после Большого взрыва. То есть вы себе представляете, да, всю галактику мы видим на просвет, потому что сейчас на красном смещении 5 уже вполне себе большие выборки галактик, наблюдаемых, и большая статистика по их свойствам, а самые далекие галактики, которые сейчас наблюдаются с большими и с продвинутыми телескопами, это галактики на красном смещении примерно 10. Это меньше полумиллиарда лет после Большого взрыва. То есть это самые-самые молодые галактики. Действительно молодые, потому что они не могут быть старыми, после Большого взрыва прошло всего ничего. Поэтому вот наблюдение галактик на Больших красных смещениях это практически прямое исследование ранних стадий их эволюции. Наблюдательное. Что нам обещают теоретики? В теории сейчас у нас господствует так называемая лямбда-сидем, модель космологическая для эволюции всей Вселенной сразу. И лямбда-сидем модель гласит, что доминирует по плотности во Вселенной темная материя. Это примерно 30% всей плотности. Темная материя холодная. И единственное свойство, которое у нее есть, это гравитация. Она электрически нейтральная. Это не газ, там нету никакого давления, нет взаимодействия между частицами. А вот все, что есть, это есть гравитация. Холодная темная материя. И еще есть темная энергия, про которую вообще неизвестно, что это такое, какие у нее свойства. Единственное, зачем она была нужна, темная энергия, это чтобы компенсировать гравитацию темной материи, чтобы как-то вот расталкивать. То есть она обладает антигравитацией. И из-за этого, допустим, в современную эпоху и последние 5-6 миллиардов лет Вселенная расширяется с ускорением, благодаря темной энергии. Ну вот, все это, так сказать, два компонента, которые не наблюдаются напрямую, про которые теоретики могут только догадываться, а наблюдается напрямую барионная материя, ядра, так сказать, водорода на большом красном смещении, потом нейтральные атомы водорода, это 70% всех барионов, 28% гелий, и совсем немного, 2% по весу, это элементы таблицы Менделеева тяжелее гелия, так называемые металлы. Астрономы почему-то это все называют металлами, хотя среди них есть совсем даже не металлы. Вот такой состав Вселенной, и эволюция, которую космологи нам предписывают, Вселенной, состоит в том, что сначала во Вселенной материя и барионная, и темная была распределена практически однородно, то есть равномерно. Почему они так думают? Потому что наблюдается реликтовое излучение, мы наблюдаем реликтовое излучение с той эпохи, когда барионы еще были привязаны к электромагнитному полю, и если мы видим равномерное распределение температуры реликтового излучения по небу, это значит, что и материя тогда тоже была распределена равномерно, где-то на красном смещении больше тысячи. Ну а потом из этой равномерно распределенной материи каким-то образом образовались существенно нелинейные структуры, галактики, скопления галактик. Контраст плотности таких вот гравитационно связанных систем по отношению к средней плотности Вселенной это порядки. И вот нам нужно каким-то образом из равномерного распределения со временем получить сильно неравномерное контрастное распределение материи во Вселенной. Это делается сейчас чисто, так сказать, за счет гравитации. И поскольку темная материя в гравитации доминирует, то в основном за счет гравитации темной материи, которая под действием гравитации перераспределяется. Где-то у нас образовались какие-то небольшие флуктуации, они начинают притягиваться друг к другу, и таким образом материя перераспределяется, образуются гравитационно связанные темные гала. А барионы, поскольку их примерно в 6 раз меньше, чем темные материи, по плотности они должны, в принципе, следовать за темной материей. И вот то, что нам нужно из равномерного распределения получить сильно неравномерное, нам предписывает теория, что сначала должны образовываться маленькие объекты, маленькие темные галлы, маленькие галактики, а потом уже со временем, за счет слияния этих маленьких объектов, все более крупные. И вот на этой картинке расчеты для масс галла темной материи на два красных смещения. Это современная эпоха, а это эпоха красное смещение Тройка, то есть это примерно 2 миллиарда лет после Большого взрыва. И вот здесь вы видите распределение темных галл по массе. Если в современную эпоху у нас больше всего темных галл, соответствующих примерному личному пути, 10-13 масс Солнца, а самые массивные гравитационно связанные галлы это 10-15 масс Солнца, это скопление галактик, то на красном смещении скоплений Галактик, Тройковых, скоплений Галактик вообще не должно было существовать. Массивные галактики, вроде Млечного пути, обещается, что их могло быть там единицы. А в основном должны были существовать карликовые галактики, поскольку за 2 миллиарда лет большие галактики не должны были успеть собраться. Вот это нам предписано теорией, которая сейчас доминирует у нас. И поэтому, естественно, все, когда наблюдают, пытаются найти подтверждение этой теории в наблюдениях. А что же мы видим в наблюдениях? Вот это далекие галактики на красном смещении больше шестерки, больше пятерки. Это полная статистика на 18-й год, то есть как раз до запуска Джеймс-Вебб-телескопа. Вся эта статистика была собрана в основном с Хаббловским космическим телескопом. Здесь перечислены в обрезке специальные обзоры, которые были нацелены на поиски далеких галактик. И большинство этих обзоров использовали эффект гравитационного линзирования. Гравитационное линзирование, значит, если у нас есть объект заднего фона, пока лучи от него идут к нам, они встречают по дороге какой-то массивный объект, ну, например, скопление галактик на промежуточном красном смещении. Вот гравитация этого объекта на промежуточном красном смещении приводит к искривлению лучей, к фокусировке лучей, и за счет этого может быть увеличена яркость, видимая для нас, вот для этого объекта заднего фона. Поэтому становится легче измерять свет, который к нам сюда пришел от этого далекого объекта. Поэтому эффекты гравитационного линзирования широко используются для того, чтобы искать и измерять потоки от галактик на больших красных смещениях. То есть берут какое-то скопление не такое далекое, и в его окрестностях ищут изображение гравитационно-линзированных объектов. И вот выборка, статистика по галактикам на больших красных смещениях, первый миллиард лет жизни Вселенной, которая была набрана в этих обзорах с Хабблским космическим телескопом, и вы здесь видите, что чемпион по дальности, это была галактика на красном смещении 11. Вот эта галактика, гравитационно-линзированная, от нее был получен спектр, и красное смещение, это честное, это спектральное красное смещение, то есть в спектре были обнаружены эмиссионные линии, было померено положение наблюдаемой эмиссионной линии, она была отождествлена, и по красному смещению Z было определено 11, это честное Z. Вот такая статистика была на 1918 год. А потом запустили Джеймс Вебтелескоп. Джеймс Вебтелескоп, значит, чем он отличается от Хаббловского космического телескопа, вот в сторону преимуществ в поисках именно далеких галактик на больших красных смещениях. Ну, во-первых, у него больше зеркала, вы видите, что зеркало больше почти в три раза, соответственно, телескоп может собирать больше света и может исследовать более слабые объекты. И второе, что хорошо для поиска именно галактик на больших красных смещениях, что такое красное смещение? У нас весь спектр едет в красную сторону. И чем больше красное смещение, тем больше он у нас туда едет. И основное излучение галактик, которое, допустим, для ближней Вселенной имеет пик где-то в районе 6000 ангстрем, для галактик на больших красных смещениях уезжает в инфракрасную область спектра. Поэтому, чтобы искать совсем далекие галактики, нам нужно уходить в наблюдениях в инфракрасную область спектра. И вот инструменты James Webb телескопа именно были сдвинуты по полосам пропускания, по чувствительности, они сдвинуты в инфракрасную область спектра для того, чтобы охотиться на такие вот далекие галактики. Поэтому вот два преимущества, которые первым делом нужно отметить, позволяет телескопу James Webb охотиться за галактиками на больших красных смещениях. Ну и второе замечательное совершенно преимущество James Webb телескопа, не только, допустим, над Хаббовским космическим телескопом, но и вот тут для сравнения приведены характеристики телескопа Спицер, это пространственное разрешение. Когда мы наблюдаем в космосе, то пространственное разрешение у нас, элемент разрешения, обратно пропорционален, прям пропорционален длине волны, и обратно пропорционален диаметру зеркала. Вот Спицер, это был телескоп, который тоже наблюдал в инфракрасной области спектра, он очень хорошо отлетал, но вы видите, что какое было маленькое зеркало, диаметром меньше одного метра. И теперь на тех же длинных волн инфракрасных, на которых наблюдал Спицер, наблюдает James Webb телескоп, у которого диаметр зеркала 8 раз больше, соответственно, и пространственное разрешение у него почти на порядок лучше, чем был у Спицера. Вот тут вот, чтобы вы могли это почувствовать реально, так сказать, сами своими органами чувств, приведены две картинки. Это один и тот же участок неба, который был снят с телескопом Спицер, с космическим телескопом Спицер на 4 микронах и с телескопом James Webb. Вот одна и та же область неба. Вы видите, насколько лучше пространственное разрешение у телескопа James Webb. На порядок лучше, соответственно, мы видим здесь не только вот эти яркие блямбы, но и огромное количество тысячи более слабых объектов, которые просто благодаря хорошему пространственному разрешению мы можем на фоне выделить. Таким образом, сразу стало ясно, что нас ждет много интересных открытий. И действительно, открытий было много интересных. Значит, поиски далеких галактик. Самый ходовой метод, который сейчас используют для поиска далеких галактик, носит название Лайман-Брейк-метод. Придумал его в начале 90-х годов XX века Чарльз Стейдель, после того, как потерпели неудачу поиски далеких галактик, допустим, по эмиссии Лайман-Альфа, которые от них ожидали на красном смещении пятерка, ничего не могли найти. По голубому цвету пытались выделить, если там идет мощное звездообразование на ранних стадиях эволюции, наверное, они должны быть голубые. Но все голубые объекты, которые в 80-е годы были найдены, слабые голубые галактики, оказались на красном смещении меньше единицы. И вот к 90-му году Чарльз Стейдель выдвинул такое предложение. Давайте искать далекие галактики на больших красных смещениях, которые совсем недавно начали формировать свое звездное население, и они на ранних стадиях эволюции. Давайте их искать по обрыву спектра на 912 ангстремах, там, где Лайман-Брейк располагается. Лайман-Брейк – это свойство непрерывного спектра нейтрального водорода. Если мы имеем галактику, которая только недавно начала формировать свои звезды из газа, по идее, у нее должно быть еще много газа. И, скорее всего, она начала формировать эти звезды в центре, потому что там плотность газа больше. Поэтому для молодой галактики на ранних стадиях, скорее всего, мы ожидаем такую картину. В центре идет звездообразование, а вокруг, во внешних областях этой галактики, звездообразование еще не идет, а есть шуба из нейтрального водорода. И вот этот нейтральный водород, эта шуба из нейтрального водорода, она в спектре молодого звездного населения, которое светит из центра галактики, будет выедать все короче 912 ангстрем. В Рестфрейме, в лабораторной системе длин волн. Потому что это Лайман-Брейк, потому что с него начинается континуум. И вот этот нейтральный водород, он будет оставлять спектр с длинными волн длиннее 912 ангстрем и будет съедать все, что короче 912 ангстрем. Если мы хотим поискать галактики на больших красных смещениях, мы эти 912 ангстрем должны передвинуть согласно исковому красному смещению. Стейдель в свое время, в 90-е годы, начал с поиска галактик на красном смещении тройка. Это 912 умножить на 4 будет 3650. Это уже с Земли наблюдается, и это примерно центральная длина волны фильтра У Джонсоновского. Поэтому он предложил, снимаем площадку в У, снимаем площадку в Б. Чтобы найти далекую галактику, мы должны ее не увидеть в У, но зато увидеть ярко в Б, потому что дальше уже пойдет голубое излучение от молодого звездного населения. То есть снимаем в двух фильтрах, блинкуем, и те объекты, которые вылезают в фильтры Б, с некоторой долей вероятности, могут оказаться галактиками на красном смещении тройка. И этот метод оказался невероятно эффективным. Сразу же при первом заходе на ВЛТ были найдены тысячи галактик на красном смещении тройка, и метод пошел в ход. Дальше уже, если нам нужны более далекие красные смещения, мы двигаем вот этот вот Лайман Брейк вместе с красным смещением. То есть появились так называемые В дропауты, галактики на красном смещении пятерка, которые пропадают в фильтре В. Потом появились и дропауты, которые на красном смещении семерка и пропадают в фильтре И, но появляются в более длинноволновых фильтрах. И вот здесь вот показано, как раз, что чтобы найти галактику на красном смещении 11, мы должны не увидеть ее на 6000 хангстрем, мы не должны увидеть ее в фильтре И. Вот тут чего-то такое вот то ли видим, то ли нет, но вот уже на полутора микронах вполне себе яркий объект. Вот этот, так сказать, J-дропаут, это кандидат в галактике на красном смещении 11. Чем хорош телескоп Джеймс Веба? У него два комплекта аппаратуры, и вот название приборов, которые начинаются со слова NIR, а пока что в основном публикуются данные как раз с этих приборов, они тянут хорошо до 4,5 микрон. Там есть целый набор фильтров. Кривые пропускания у меня на следующем слайде будут. Но здесь вы видите, что на Джеймс Веб телескопе вот есть набор фильтров вплоть до 4,5 микрон, 4 микрон, 4,1, 3,5 микрон, 2,8 микрон, 2 микрон, полтора микрона. А вот тут вот уже пристегнуты фильтры, с которыми эта площадка наблюдалась на Хаббловском космическом телескопе. На Джеймс Вебе вот таких вот фильтров нет. И тут мы набрали сразу 9 фильтров и можем строить распределение энергии в спектре, поскольку у нас есть измерения на 9 длинных волн в широкой полосе. И вот сразу проблинковав соседние фильтры, мы видим кандидатов в галактике на красном смещении 11. Первые же публикации в конце 2022 года данных обзоров Джеймс Веб телескопа они сразу дали урожай как раз вот галактик на красном смещении больше 11. Вы видите здесь кривые пропускания фильтров Джеймс Веб телескопа, НИРКАМ, камера ближнего инфракрасного диапазона. И черненьким показаны спектры галактик, которые относятся на соответствующие красные смещения. И вот в первых же данных были обнаружены даже кандидаты в галактике на красном смещении 17. Это те, которые пропадали на 2 микронах, но вылезали на длине волны 2,8 микрона. Вот здесь показано, что такой эффект достигается, если у нас короче Лаймон Брейка все съедается. Но на самом деле там все немножко чуть-чуть посложнее. У таких далеких галактик все съедается на длинных волны 1216 ангстрем, потому что тогда еще межгалактическая среда нейтральная. И кроме шубы собственной галактики, есть еще межгалактическая среда на промежуточных красных смещениях, которая строит так называемый Лайман-альфа лес, то есть выедает узкую линию Лайман-альфа в поглощении. Но поскольку все промежуточные красные смещения межгалактической средой покрываются, то получается Лайман-альфа лес, который сливается в одну большую дыру. Поэтому на самом деле вот такие далекие галактики по наблюдениям Джеймс Вепп-телескопа искались с брейками на 1216 ангстрем в лабораторной длине волны. Ну а вот тут вот перечислены площадки, которые в первую очередь были выбраны для обзора на Джеймс Вепп-телескопе. Это площадки, которые ранее уже были хорошо исследованы с Хаббловским космическим телескопом. Более того, для многих из них есть данные и с наземных телескопов, с крупных оптических, с инфракрасных. И дальше я покажу, в принципе, есть данные для далекого инфракрасного диапазона и могут быть какие-то данные с Галикса в ультрафиолете. Ну вот эти площадки, они и ГЛАС, и ЦМАКС, это площадки вокруг скоплений на промежуточных красных смещениях, то есть используется эффект гравитационного линзирования для того, чтобы видеть далекие объекты. И вот обратите внимание, здесь перечислены некоторые фильтры и показано пространственное разрешение, ну, предельная звездная величина, и пространственное разрешение, с которым Джеймс Вепп-телескоп наблюдает в этих фильтрах. Если у Хаббловского космического телескопа, допустим, в ближнем инфракрасном диапазоне в Никмосе было пространственное разрешение 0,2 секунды, то тут вы видите 0,08, в три раза лучше. И это, конечно, сразу увеличивает количество зарегистрированных объектов на уже, казалось бы, хорошо исследованных площадках. И первые же результаты, которые уже, как я сказала, были обнародованы в конце 22-го года, дали большую выборку галактик, настолько ярких, насколько мы в рамках иерархической концепции не ожидали. Нам иерархическая концепция что обещает? Вот цветные значки – это наимоднейшие космологические симуляции, которые в рамках иерархической концепции нам объясняют, какой массы галактики могут наблюдаться на каких красных смещениях. И вот эти космологические симуляции нам обещают, что на красном смещении 12 мы увидим самые массивные галактики, которые мы можем увидеть – это 10,8 масс Солнца. А наблюдаемые на Джеймс Вебб телескопе галактики, вот эти конкретные объекты, после того, как светимость пересчитали в массы, вписывая модели в распределение энергии в спектре, оказалось, что это может быть и 10 в 9, и даже, возможно, и больше, чем 10 в 9. То есть даже с учетом ошибок галактики на больших красных смещениях, обнаруженный телескопом Джеймса Вебба, оказались неожиданно массивными. То, чего никак не позволяет современная космологическая концепция. Поэтому сразу народ, ну как это, кто обрадовался, кто испугался. Потому что та космологическая модель, которая является сейчас основой наших представлений о Вселенной, она вот как-то не то предсказывает, что наблюдается в реальности. В принципе, конечно, расчет массы по распределению энергии в спектре – это существенно модельно зависимой вещи. То есть вам нужно построить модель интегрального излучения галактики, и в этой модели есть некоторое количество свободных параметров, про которые вы знаете хорошо для близких галактик, но можете не знать хорошо для вот таких вот далеких объектов на ранних стадиях эволюции. Поэтому, в принципе, кто-то может сказать, что, ну а может быть там начальная функция масса другая. Вот мы салпитера там вписываем или крупу, а у галактик на ранних стадиях может быть совсем другая начальная функция масс. Вот может быть там совсем не рождаются маленькие звезды, а рождаются только большие звезды. Тогда по излучению в ультрафиолете, на самом деле, а ближний инфракрасный диапазон Джеймс-Вепп-телескопа для галактик на Z больше 10 – это ультрафиолет в их системе, длинволк. Вот в ультрафиолете светят в основном массивные звезды, и если мы к этим массивным звездам будем пристраивать салпитеровскую функцию масс, мы получим одну массу, а если мы обрежем ее на малых массах, то получим существенно меньше. И таким образом можно будет как-то согласовать с предсказаниями космологической модели массы. Но проблема не только в оценках масс этих галактик. Сам по себе ультрафиолет, он дает оценки темпов звездообразования. И если мы даже не будем переходить к полной массе галактики, а просто по ультрафиолету оценим темпы звездообразования, то все равно окажется, что темпы звездообразования на вот этих больших красных смещениях существенно больше, чем предсказывает космологическая модель. Дело в том, что в космологии, как я уже сказала, считается, что во всем доминирует темная материя. Чтобы нам образовывать молодые звезды, нам нужен газ. Газ приходит в результате сборки за счет гравитации. На темное гало снаружи натекает материя. Но газ идет за темной материей. Поэтому, в принципе, космологи считают ожидаемые темпы звездообразования, начиная с окреции темной материи. Сначала они считают окрецию темной материи, которую привязывают к этой темной материи 1 к 6 газ, а уже потом с этим газом по закону Кеника Ташмитта рассчитывают темпы звездообразования. Но темпы окреции темной материи, в принципе, как раз считаются в космологических симуляциях легче всего. Потому что темная материя, у нее ничего нет, кроме гравитации. Это просто грузится в компьютер система из N-точек, так называемая N-боди-модель. Между каждой парой точек включается гравитация по Ньютонам, это холодная темная материя, там даже не нужно привлекать общую теорию относительности, нет релятивистских эффектов. Включается всемирный закон тяготения Ньютона, и дальше все это эволюционирует в компьютере очень простым физически прозрачным способом. Работает только гравитация, больше ничего ей не нужно. Поэтому именно в темпах окреции темной материи космологи абсолютно уверены на любой стадии эволюции Вселенной. Но дальше они привязывают газ железно к этой темной материи в пропорции 1 к 6. И от этого у них возникают вот такие предсказания. На этом красном смещении еще мало было темпов окреции темной материи, значит, должно было быть мало темпов окреции газа, значит, должны были быть практически нулевые темпы звездообразования. Они наблюдаются. Вот у нас реальный объект, который образует звезды. Это реальные звездообразующие галактики. Поэтому несогласие оценки средних темпов звездообразования во Вселенной на красном смещении больше 10, по данным Джеймса Веба, это тоже очень большая проблема для лямбда-сидема модели. В 1922 году, когда первый скандал разгорелся, все сказали, ну, погодите, паниковать еще слишком рано. Вот те красные смещения, которые обнаруженным галактикам приписываются, это красные смещения, вычисленные по фотометрии, по этим девяти фильтрам, где у нас увидели брейк, сказали, ага, это Лайман-брейк, 912 ангстрем, ну, 1200 ангстрем, и вычислили такое фотометрическое красное смещение. Фотометрические красные смещения – это вполне себе уважаемая индустрия, но это не 100%. В принципе, вот на этой картинке показано, что у галактики вот этот самый дроп-аут на полутора микронах плохо видно, но вот тут вот спектр ее идет вот так вот. В принципе, модельный спектр вот в это же самое, так сказать, распределение энергии в спектре с небольшой вероятностью может быть вписана модель с красным смещением 3,5. Почему? Потому что брейк мы действительно видим, но никто нам не пообещал стопроцентно, что это Лайман-брейк. А если это Баймер-брейк? Там тоже есть брейк, почему нет? Поэтому, хотя с большой долей вероятности вот этот объект имеет красное смещение 13, вот это распределение вероятности имеет красное смещение Z. С большой долей вероятности это красное смещение 13, но с ненулевой, хотя и малой вероятностью, это может быть и красное смещение 3,5. Поэтому все сказали, не будем паниковать раньше времени, не дождемся спектрального подтверждения красного смещения для этих галактик. Вот в спектральное подтверждение красного смещения мы верим 100%. Если мы видим линию, то, значит, никуда от этого дела не деться. И весь этот год, весь 23-й год, для этих скандально далеких галактик пытались снимать спектры. И выходило даже не одна, а много статей с вот такими громкими заголовками, мы спектрально подтвердили далекие красное смещение. Но если полезть внутрь и посмотреть на эти самые спектры глазами, то энтузиазм от заголовков очень быстро во многих случаях пропадает. Ну вот тут вот характерные вам приведены спектры. Для нескольких галактик из поля ЦИРС, которые я уже упоминала. Вот смотрите, когда у нас галактика на красном смещении девятка, у нас в диапазон нир-спека, то есть там до 5 микрон работающего в спектрографах Джеймс-Вебт-телескопа выезжают вот эти вот замечательные линии, которые мы отождествляем. Вообще вот среди ночи разбуди, вот вам любой спектроскопист их тут же отождествит. Это у нас дублет дважды ионизованного кислорода 5,007 и 4,959. Это линия водородная Hb, это линия водородная Hgama. Вот тут вот все совершенно железно. Линии сильные, хорошо отождествляются, хорошо измеряются. И мы пишем красное смещение до третьего знака после запятой совершенно уверенно. Но как только мы уходим на красное смещение больше 10, у нас вот эти все красивые эмиссионные линии, которые мы так хорошо отождествляем, они уезжают за пределы диапазона спектрографа. И спектры, которые товарищи получают, вот они вот так вот выглядят. Линии тут не видно. Они видят в спектрах, ну вот они говорят, о, бо, они видят в спектрах тот же самый брейк, который они видели в фотометрии. Это не есть вообще-то спектральное подтверждение. Да, аспект брейк есть, но мы и раньше как бы не сомневались, что он есть. А вот какой это брейк? Хотя они радостно рисуют тут красное смещение десятка. После долгих усилий все-таки у некоторых товарищей получилось померить красное смещение по спектрам и для галактик на красном смещении больше десятки. Вот тут вот несколько удачных примеров уже из самой свежей январской статьи Харрикейн и сотоварищи. Вот эти спектры, накопленные уже из последних сил с хорошим отношением сигнал-шум. И да, действительно удалось вытащить линии, в данном случае ультрафиолетовые линии дважды организованного углерода. Вот, конечно, не такой замечательный сигнал-шум, но в принципе пара линий есть на уровне там 3 сигма. Вот они отождествляются, они измеряются и красные смещения 11 и даже 11 с копейкой для некоторых таких галактик были измерены. Но тут показано, как они мерили. Значит, индивидуальный спектр ничего не видно, ничего не видно, ничего не видно. Пять штук складываем и вот у нас вылезает линия совершенно уверенная. Но это вот линия 37-27 в данном случае на длине волны 4,5 микрона. Так что, в принципе, усилия этого года, они дали свои плоды и какие-то выборки, дальше я покажу вот из того же Харикейна с и товарищем, 25 галактик были подтверждены на красном смещении, спектрально подтверждены на красном смещении больше 10. Ну, значит, какие еще были попытки со спектрами за этот год? Попытки со спектрами за этот год были предприняты с субмиллиметровым интерферометром Альма. Вот Альму я, хотя я сначала пообещала, что буду вам рассказывать про результаты Джеймс Вебтелескопа, потому что у него беспрецедентное пространственное разрешение, но это не совсем верно в смысле, вот эпитет беспрецедентный не совсем верный, потому что с таким же пространственным разрешением с Земли наблюдает интерферометр Альма. В чилийской пустыне Атакама на высоте 5 километров, где достаточно сухо, никогда не бывает ни дождей, ни снега, вот вы видите вот эту замечательную пустыню Атакама, раскидали на большой площади, там много километров, раскидали несколько десятков тарелок, и вот комбинируя наблюдения с этих тарелок в разных, так сказать, конфигурациях, можно строить интерферометрическую картину, вот, и при некоторых конфигурациях можно строить интерферометрическую картину с пространственным разрешением в сотые доли секунды с Земли. Но работает Альма на субмиллиметрах, и на миллиметрах. Но зато вот в этот диапазон, допустим, выезжают линии, которые вблизи, наблюдается в лабораторных условиях, вблизи 100 микрон. В частности, для вот этих галактик на красном смещении 11, там, 13, 16, специально с Альмой искали линию дважды ионизованного кислорода, который в лабораторных условиях имеет длину волны 88 микрон. Вот ее искали целенаправленно и ни в одном объекте не нашли. Поэтому подтвердить с Альмой по линиям вот эти высокие красные смещения не получилось. Совершенно неожиданно был успех не с линиями, а с континуумом, потому что кроме газа излучает еще и пыль, совершенно, опять же, неожиданно для теоретиков, но в галактиках на красном смещении больше десятки вполне себе измеряемое количество пыли оказалось. И вот континуум от горячей пыли от них тоже можно увидеть. В частности, ну вот это, правда, не Альма, но тоже субмиллиметровые наблюдения. На Гавайях стоит Джеймс Клерк Максвелл телескоп, который не интерферометр, поэтому вы видите, что пространственное разрешение у него плохое. вот это вот его, так сказать, как это сказать-то, диаграмм направленности. Но, тем не менее, он наблюдает в субмиллиметрах, и вот на длине волны 950 ангстрем ему удалось зафиксировать сигнал от кандидата в далекие галактики. Это картинка с Джеймс Веббом, вот тут вот кандидат в фиолетовом квадратике в галактике на красном смещении 16 с копейкой. Искуба поймала на 950 микронах сигнал от этого объекта. И тогда достроили распределение энергии в спектре. Если Джеймс Вебтелескоп нам позволял построить вот здесь распределение энергии в спектре в ближнем инфракрасном диапазоне вот эти вот кружки беленькие, то тут была поставлена точка вот в этом диапазоне 950 микрон. И сразу же объект был закрыт. Потому что если бы это была галактика на красном смещении 16 с половиной, как сначала подозревали, и вот тут вот модель про 16 с половиной прекрасно ложилась на фотометрию с Джеймс Вебб телескопа. Вот если бы это был объект с красным смещением 16 с половиной, то модельный спектр был бы вот здесь. Вот на длинах вблизи одного миллиметра. А он оказался значительно выше. Поэтому то красное смещение, которое уже по полному распределению энергии красную модель сюда вписали, оказалось, что на самом деле это красное смещение 4 и 8, то есть галактика переднего фона. Вот один из вариантов, когда закрываются кандидаты в очень далекие галактики. И надо сказать, что сейчас вот таким способом закрыли все объекты на красном смещении 16-17, которые были объявлены год назад. Все кандидаты в галактики на красном смещении 16-17 сейчас благополучно закрыли и как бы немножко вроде бы полегчало. Но тем не менее остались объекты, подтвержденные спектрально на красном смещении 11, и вот даже вот тут в этой работе нарисованы две галактики на красном смещении 13. А что касается этих красных смещений меньше 12, то, как выяснилось, спектральные красные смещения вполне себе хорошо коррелируют с фотометрическими. конечно, два десятка объектов, но тем не менее, сравнивая ранние оценки по фотометрии фотометрических красных смещений с измеренными честным образом красными смещениями по спектру, получили, что они вполне себе отлично согласуются. Таким образом, в принципе, до красного смещения 12-13 можно использовать и большие выборки галактик, у которых в основном, конечно, фотометрические красные смещения. В конце 23-го года, в декабре, был опубликован так называемый первый релиз исследования поля ЦИРС с Джеймс Вебтелескопом. В эту выборку полного релиза вошло 88 галактик. Те, которые обведены квадратиком, у них подтверждены красные смещения спектрально. Но тут, как вы видите, таких галактик меньшинство. Есть галактики 3 на красном смещении 14, не подтвержденные спектрально, но это, так сказать, не мешает народу радостно полную выборку использовать для наведения статистики, поскольку это площадка, хоть и небольшая, но все-таки на красном смещении десятка, она уже вполне себе заметную долю Вселенной составляет, выборка 88 объектов статистически значимая, и можно уже, если верить в их фотометрические красные смещения, можно уже вполне себе наводить статистику по свойствам этих далеких галактик. Что можно сказать? По-прежнему утверждается, что ярких галактик, в данном случае галактик на фильтре 2,8 микрона, звездные величины приведены, по-прежнему ярких галактик на красном смещении 10-12 слишком много по сравнению с предсказаниями космологической модели. Вот на этой уже картинке 23-го года показаны вот эта наблюдательная статистика по обзору ЦИИРС. Вот эти вот, тут на самом деле серая полоса нарисована, но вы ее не видите, зато видите в бинах по красным смещениям статистику. А вот эти многочисленные цветные линии, это предсказания космологических моделей, как это говорится, на эпоху до полета Джеймс-Вебба телескопа. То есть то, что собственно можно считать предсказаниями. То, что появилось после данных Джеймс-Вебба телескопа это уже не предсказание, это уже объяснение. А вот что касается предсказаний, то вот они все сюда падают вниз. То есть действительно ярких галактик, даже если мы ограничимся красным смещением 12, ярких галактик неожиданно много. По крайней мере по первому релизу площадки ЦИРС. Вот здесь опять же в бинах еще раз все показано. Показано, что их много даже по сравнению с экстраполяцией наблюдаемой функции светимости. Если вот тут считались на красном смещении шестерка по хорошим статистикам изменения количества галактик в одном купическом мегапарсеке с красным смещением. И дальше видно, что падало, это ожидалось, что галактик на больших красных смещениях меньше, чем сегодня, поскольку они не успевали еще образоваться. Но вот тут дальше пытались после восьмерки это дело экстраполировать вот сюда. И вот эта экстраполяция она тоже, как выяснилось, занижает предсказанное количество ярких галактик на красном смещении там 11, 12, 13. Их оказалось неожиданно много, даже если мы по наблюдательным функциям светимости пытались бы экстраполировать с меньших красных смещений. Сравнение еще раз аккуратное с предсказаниями космологических моделей. Космологические модели, когда их прикладывают к статистикам галактик на меньших красных смещениях, ну там в ближней вселенной или допустим во вселенной с красным смещением двойка-тройка, то там уже развита громадная совершенно индустрия, как сопоставить видимую звездную массу галактики и массу темного гала. Ну кроме допустим динамических методов, которые самые честные, но которые хорошо работают для ближней вселенной только, кроме этих методов получил широкое распространение метод, который космологи назвали абанданс матчинг. Этот метод немножко напоминает метод, которым Александр Василь Суворов женил крепостных в своем имении. Это известная легенда, что он их выстроил по росту, от самых высоких до самых маленьких, линеечка мальчиков и линеечка девочек, и дальше он их женил вот так вот, по росту. Кто на каком месте оказался, тот на том и женился. Вот абанданс матчинг у космологов это примерно то же самое. Берется наблюдаемый кубический мегапарсек и в нем наблюдаемые галактики, для которых померена светимости и звездная масса. И выстраиваются по ранжиру от самых массивных до самых маленьких в звездном компоненте. Дальше из космологических симуляций N-body берется на том же красном смещении кубический мегапарсек и там темные галлы выстраиваются по массе от самых массивных до самых маленьких. А дальше ставится соответствие самые яркие галактики самым массивным темным галлах. И вот так вот, если галактик много, вот так набирается статистика по отношению звездной массы к массе темного галла. И вот эти статистики на разных красных смещениях были проделаны неоднократно. И было вычислено типичное отношение барионной массы к массе темного галла. Это типичное отношение оказалось меньше так называемого космического. Вот сама в себе космология нам дает по результатам разных вблизи большого взрыва. Она нам дает отношение барионной плотности к плотности темной материи 1 к 6. А вот если мы делаем этот абанданс матчинг и сопоставляем наблюдаемым галактикам массы их темных галла, то там получается существенно меньше. Космологи приговаривают, что звезды образования неэффективны. Не весь газ превращается в звезды за обозримое время. Поэтому мы видим звездную массу, если мы по звездной массе оцениваем барионную, мы видим звездную массу, которая намного по отношению к темной материи меньше, чем космическая средняя плотность. И вот эти типичные оценки максимальные, видите, максимальное наблюдаемое отношение звездной массы к массе темного гала. И дальше уже с этим максимальным отношением предсказываются галактики с вот такой звездной массой на разных красных смещениях. Поскольку, как я уже сказала, у нас есть хорошо просчитанный n-водит для темных гала на любых красных смещениях, на каких хотите. Привязываем через вот этот коэффициент звездную массу и получаем предсказание лямбда-сидем моделей для количества галактик вот такой звездной массы на вот этих красных смещениях. Ну и вот площадки, про ЦИРС я уже упомянула, еще вторая глубокая есть площадка под названием Джадас, для которых первые релизы, первая статистика уже обнародованы. И вы видите, что действительно на красных смещениях 11-12 вылетает статистика вверх по количеству галактик с массой порядка 10 в 9 масс Солнца. Статистика, наблюдаемая, вылетает вверх по отношению к предсказанию космологической теории. Но вот в этой космологической теории, как я сказал, кроме всего, кроме глобальной космологии, заложено было еще и вот это абанданс-матчинг, нечто такое полуэмпирическое, но тоже связанное с моделированием темных гала на разных красных смещениях. И опять же, вот эти кривые построены в предположении, что максимальное отношение звездной массы к массе темного гала не менялось с красным смещением, то есть эффективность звездного образования оставалась постоянной примерно. Поэтому все эти предположения, конечно, можно их отвергнуть, откуда мы они это взяли непонятно. И можно сказать, что в принципе вот эти наблюдательные результаты не противоречат лямбдосидемой модели, потому что до космического отношения барионной плотности к плотности темной материи еще не добрались. Вот если бы во всех ранних галактиках весь газ радостно превращался в звезды эффективно, с эффективностью единицы, тогда мы могли бы вот сюда попасть. Ну, вот это запрещенное, но вот сюда, вот сюда, под эти ограничения. А мы еще до них даже не добрались. Поэтому, в принципе, можно сказать словами, что, возможно, эффективность звездообразования на таких больших красных смещениях была значительно выше, чем в более поздние эпохи, и тогда нет никакого противоречия с лямбда-сидем моделью. Но, тем не менее, народ это продолжает тревожить. Вот из той же работы расчет космической плотности темпов звездообразования на кубический мегапарсек. И опять же, на красном смещении 11 мы начинаем выскакивать, даже если берется, вот тут видите, специально для народа написано, даже если мы возьмем только спектрально подтвержденные галактики на красном смещении 11, и то они дают оценку темпов звездообразования выше, чем предсказывала модель для постоянной эффективности звездообразования. Поэтому, значит, теоретики тут же взялись за дело. Еще не катастрофа, да, но нам нужно что-то менять в наших представлениях о том, как формируются звезды в галактиках. Теоретики за это дело взялись. Вот эту картинку я не могла ее не показать. Это, как вы видите, усилие теоретиков, начиная, так сказать, с января 23-го года. Вот столько вышло работ, в которых теоретики что-то меняли в наших представлениях об эволюции галактик, и у них тогда все получалось. Вот вы видите, тут есть три, по крайней мере, очень удачных теоретических подхода, которые позволяют достигнуть согласия с наблюдениями Джеймс-Вебб телескопа для галактик на красном освещении больше 11. Про идеи Декеля я чуть подробнее дальше скажу. Так что, в принципе, теоретики, как известно, космологи, народ очень способный, энергичный, вот поэтому нельзя сомневаться, что по следам полученной статистики свойств галактик на больших красных смещениях они поправят свои модели, и все будет хорошо. Ну, так сказать, вот одна из идей, что можно поправить, и что даже нужно поправить. раньше считалось, что звездообразование, когда вот начинается, так сказать, в молодой карликовой галактике звездообразование, что это звездообразование может подавлять ультрафиолетовый фон. Есть соседние галактики со звездообразованием, они светят в ультрафиолете, и вот эта скромная галактика, которая только начала свой процесс образования звезд, она будет со всех сторон облучена соседями, которые уже продвинулись в этом вопросе. А ультрафиолет, он греет газ, газ становится не такой холодный, уже не может коллапсировать, фрагментировать, и звездообразование подавляется, то есть уменьшается эффективность превращения газа в звезды. И вот тут, так сказать, пересчитано. А вот не будем облучать эту галактику снаружи ультрафиолетом, и не будем мы давить в ней звездообразование. Вот сколько мы ей газа дали, столько пусть она и пользует. Вот получилась вот такая нашлепочка голубая, в которую уже в принципе помещаются наблюдательные данные с Джеймсу гэп-телескопа. На самом деле никакого произвола в этом нет. Действительно, мы не должны забывать, что Вселенная на красном смещении больше десяти была наполнена межгалактической средой нейтральной. Потом, где-то чуть позже, раньше считали, что где-то на Z6-7, межгалактическая среда опять была реионизована. Как только ее реионизовали, она стала прозрачна для ультрафиолета. А вот пока она была нейтральная, а на красном смещении больше десяти, она, скорее всего, была нейтральная, она этот ультрафиолет от соседей не пропускает. Поэтому в принципе маленькая скромная галактика, которая только начала формировать свои звезды, она вот этой нейтральной межгалактической средой защищена от внешнего ультрафиолетового фона. Так что это вполне себе нормальное предположение. Или вот по поводу идей Декеля, хотя вот здесь его нету среди авторов, это наблюдательная статья. А Декель чисто теоретически предсказывал, предложил, что на таких больших красных смещениях, когда все только начинается в галактиках, звездное образование идет вспышками. Не вот как сейчас мы видим в Млечном пути все 8 миллиардов лет, потихонечку, 5-3 масса Солнца в год, и вот так из года в год одно и то же. А вот на больших красных смещениях все было не так монотонно, может быть. Все происходило вспышками. Поэтому если мы видим галактику с ультрафиолетом в данных Джеймсуэп телескопа, мы ее застали в момент вспышки. Но у нее же была еще и фаза без вспышки. Надо же это все по времени усреднять. А мы берем, как будто бы все галактики находятся в этой фазе активного звездообразования, не принимая во внимание, что за несколько миллионов лет до этого не было никакого звездообразования через несколько миллионов лет, после этого тоже не будет никакого звездообразования. И в среднем история звездообразования в данной конкретной галактике должна проходить существенно ниже, чем мы в данный момент увидели. Вот такой вспышечный режим звездообразования тоже в принципе позволяет согласовать объемную плотность темпов звездообразования, наблюдаемую по данным Джеймсуэп обзора с предсказаниями лямбда CDM-модели. Вот опять же буквально в конце 2023 года появилась уже наблюдательная статья, которая действительно вроде бы по данным Джеймсуэп телескопа видит переход от плавного режима звездообразования на меньших красных смещениях в вспышечный режим звездообразования этот переход происходит на красном смещении 9. Как они ищут, как они ищут, как они вычисляют вот этот характер звездообразования в галактике, если они ее наблюдают только одномоментно? Мы видим эту конкретную галактику, только вот в данный момент ее эволюции эту конкретную галактику мы не видим ни до, ни после. До и после мы видим другие галактики. Поэтому если нам нужно с конкретной галактикой разобраться, тут нужно чего-то предполагать. И для этого, для того, чтобы обоснованно судить об истории звездообразования в данной конкретной галактике, служит представление вот так называемой главной последовательности. главной последовательности галактик это названа она так была по аналогии с главной последовательностью для звезд, но на самом деле это корреляция темпов звездообразования с звездной массой галактики. Вот в ближней вселенной, когда прошел еще первый, так сказать, обзор СДСС, вдруг совершенно неожиданно обнаружили, что темпы звездообразования в близких спиральных галактиках прям пропорциональны звездной массе, вот так вот, с довольно маленьким разбросом, там плюс-минус 0,3 декса. Подавляющее большинство галактик ближней вселенной, 99% сидят на главной последовательности. А что это означает? Это означает, что мы можем прикинуть, как изменяется масса галактики. известный темп звездообразования, мы знаем, что через год масса галактики увеличится на эту величину, потому что это масса Солнца в год. То есть, в принципе, для галактики на главной последовательности мы можем считать эволюцию, и она идет вдоль главной последовательности. То есть, то, что все галактики на главной последовательности, говорит о том, что у них плавная история звездообразования примерно с таким темпом в течение многих миллиардов лет. Существуют объекты со вспышками звездообразования. Вот тут пример ARP-220. Вы видите, он выскочил наверх на порядок от главной последовательности. Вот с такими темпами звездообразования он не может 10 миллиардов лет формировать свою звездную массу, потому что иначе это было бы где-то здесь. При своей нынешней звездной массе, если мы поделим на наблюдаемые темпы звездообразования, мы получим не больше 10 восьмой. То есть вот событие вспышки звездообразования, оно кратковременное по определению. А большинство галактик плавно-плавно формирует свои звезды, не выпендриваясь, не выбрасывая никаких вспышек, и сидя всю свою жизнь на главной последовательности. Самое интересное, что вот такие главные последовательности с 95% галактик на них наблюдаются и на красном смещении единицы, на красном смещении двойка, и на красном смещении тройка. То есть последние 12 миллиардов лет в большинстве галактик звездообразования шло очень плавно, без таких резких выбросов, без резких событий. По экспоненте так слегка могло падать, но не более того. А вот когда мы уходим на красное смещение пятерка, ну от 4 до 5 в данном случае вот эта выборка была намерена, вот тут удивительное вылезает явление. В принципе, главная последовательность есть, и на ней сидит много галактик. Но параллельно главной последовательности вдруг вылезает еще вот эта вот последовательность. Галактики со вспышками звездообразования, которые сидят выше. Насколько? На порядок на полтора. И если мы спроецируем это распределение галактик, значит, наблюдение это темпы звездообразования, это звездная масса. Если мы это спроецируем, сначала поделим темпы звездообразования на звездную массу, получим специфические темпы звездообразования, а потом спроецируем на вот эту вот ось ординат, то мы получим распределение всех галактик, которое нам покажет, что примерно половина всех галактик сидит на главной последовательности, то есть испытывает плавную историю звездообразования, но половина всех галактик показывает вспышечную историю звездообразования. То есть уже на красном смещении пять что-то такое, на что-то такое нам начинают намекать. А вот в этой работе, про которую я тут вам сразу начала говорить, уже по данным Джеймс-Вебб телескопа, они взяли площадку JADES, взяли результаты Джеймс-Вебб телескопа для этой площадки, и выборки, вы смотрите, начиная от красного смещения шестерка, первый миллиард лет жизни Вселенной, в выборке уже пять, шестьсот одна галактики, это вообще говоря, статистика вполне себе представительная, причем пятьсот двадцать одна галактика на красном смещении больше девяти. Эта выборка уже позволяет наводить статистику, строить главную последовательность, вот это интервал до семерки, интервал от семерки до девятки, и вот это главная последовательность для красного смещения больше девятки. А дальше они начинают восстанавливать историю звездообразования для каждой индивидуальной галактики. Вот эти стрелочки показывают типичные истории звездообразования на шкале несколько единиц на 10 восьмой лет, типичные истории звездообразования для каждой рассмотренной галактики. И дальше по направлению вот этого вектора, вот видно, что вот эта галактика испытывает вспышку. А вот эта галактика эволюционирует вдоль главной последовательности, то есть у нее плавная история звездообразования. Они так расклассифицировали все галактики, все свои тысячи галактик из выборки обзора Джадас. И у них получилось, что на красном смещении девятка меняется характер распределения. Если вот здесь в интервале от шести до семи большинство галактик испытывало плавную историю звездообразования, то на красном смещении больше девяти большинство галактик переезжает во вспышечные режимы. Более того, вспышечный режим, значит, они тут назвали вспышечный режим стахастическим, красные кресты, вспышечный режим начинает испытывать подавляющее большинство массивных галактик. А это самое удивительное, потому что карлики они всегда вспыхивают, они даже в ближней вселенной, у нас карликовые неправильные галактики показывают вспышечную историю звездообразования, просто потому что они маленькие. То вспыхнули, то погасли, то вспыхнули, то погасли. А у гигантских галактик усредняется все по большому объему, и у них плавная история звездообразования, вот еще на красном смещении шестерка, у 90% массивных галактик плавная история звездообразования. Но как только мы переходим через девятку, 90% массивных галактик начинают демонстрировать вспышечный характер звездообразования. То есть действительно, вот там вот на 9-10 в красном смещении наблюдательно отмечено, что меняется режим звездообразования. И если у нас на Z больше 10, все галактики показывают вспышечную историю звездообразования, то это нам, ну теоретически, они говорят, что вот по их статистике не получается согласовать с предсказаниями лямбда системы модели. Но в принципе сама смена режима звездообразования, это вообще штука обещающая. Если действительно у нас у галактик на красном смещении больше 10 звездообразования идет вспышками, то, может быть, со временем удастся натянуть наблюдаемую статистику на модель. Ну вот, значит, еще у меня есть 20 минут, и я поговорю про совсем гигантские галактики со звездными массами 10 в 11 масс Солнца, которые наблюдаются в первый миллиард лет жизни Вселенной. Открывали их в свое время, вот в обзоре с Куба, как желаемых предшественников гигантских эллиптических галактик. Что такое гигантские эллиптические галактики в современную эпоху рядом с нами? Это масса 10 в 11 звездная масса, и это история звездообразования, которая закончилась совершенно точно в первый миллиард лет жизни этой галактики. Потому что по химическому составу, по отношению магния к железу мы знаем, что все звезды в гигантских эллиптических галактиках в галактиках образовались очень быстро. За время нескольких сотен миллионов лет дальше все прекратилось. И вот мы делим 10 в 11 на этот самый миллиард лет, или на 5 на 10 в 8, и мы получаем, что когда звезды звезды образовывались в гигантской эллиптической галактике, вот на тех больших красных смещениях, темпы звездообразования были сотни масс Солнца в год. Сотни. В Млечном пути сейчас три массы Солнца в год. И специально, так сказать, был поставлен в 90-е годы проект на субмиллиметрах, искать такие галактики, когда они только начали формировать свое звездное население, поймать их в этот первый миллиард лет жизни, сказать, ага, мы нашли гигантскую эллиптическую галактику в тот момент, когда она только формирует все свое звездное население. С вот этими самыми темпами. Природа устроена так, что самые высокие темпы звездообразования, самые мощные вспышки звездообразования во Вселенной всегда заключены в полевой кокон. Это мы видим и в Ближней Вселенной, вот этот ТАРП-220, Улирк, ультра-люминос-инфра-ред-галакси. То есть все вот это могучее звездообразование, сотни масс Солнца в год, оно нам не видно, потому что вокруг него есть полевой кокон, и нам видно только инфракрасное излучение от нагретого полевого кокона. Внутри сидит вспышка звездообразования, много-много молодых массивных звезд. Они греют этот полевой кокон, и мы для себя наблюдаем только могучее инфракрасное излучение с максимумом распределения на 100 микронах в лабораторной системе Длинбол. И вот в свое время сказали, ага, гигантские электрические галактики начали формировать свое звездное население где-то там на Z5, умножаем 100 микрон на единицы плюс Z на 6, мы должны их увидеть в субмиллиметрах. И вот тогда же начался этот обзор с Куба на Гавайях на Джеймс-Клерк-Максвелл-телескопе. И искали объекты, просто обзор по небу шел с тарелкой, искали объекты яркие на 450 микронах и на 750 микронах, потому что это единственные окна прозрачности в субмиллиметрах Земли. И такие объекты были найдены, их назвали субмиллиметровыми галактиками. Действительно, потом с некоторыми проблемами их отождествили и на других длинных волнах, в частности, в линиях СО молекулярного газа, и померили красные смещения. И самые далекие из субмиллиметровых галактик оказались действительно на красном смещении 4,5-5. То есть, почему бы им и не быть молодыми, новорожденными, будущими эллиптическими галактиками? Потом, уже после того, как такие выборки были составлены, подключилась к Гавайям Антарктида, Саус-Пол-телескоп, подключилась пустыня Атакама, Атакама-космологи-телескоп, выборки стали большими, а вот интерферометр Альма для вот этих списков кандидатов в далекие массивные галактики с темпами звездообразования до 1000 массонцев в год, они стали получать изображения, причем как в горячей пыли, так и в линиях газа, с уникальным пространственным разрешением. И тут начались проблемы, непонятки начались. Искали вообще-то вот субмиллиметровые галактики, искали будущие эллиптические галактики. И когда нашли вот эти вот пылевые коконы размером в 1 килопарсек, внутри которых звезды образуются с темпом 1000 массонцев в год, сказали, ага, вот это будет потом, когда звездообразование прекратится, это у нас будет эллиптическая галактика. Но Альма, к сожалению, посмотрела на эти же объекты в линиях газа, а сейчас для исследования газовой компоненты в таких далеких галактиках используются, вообще говоря, две линии газа. Для молекулярного газа СО это 2,3 миллиметра в лабораторной системе Длинболт. И вот что, так сказать, пошло в рост просто вертикально, это наблюдение линии однажды ионизованного углерода, это атомарный газ, у которого в лабораторной системе Длинболт длина волны линии 158 микронов. На больших красных смещениях она съезжает в субмиллиметры и картируется. И вот для этого конкретно объекта, кроме пылевого континуума, горячей пыли, вот так вот компактно расположенной, вдруг обнаружился протяженный газовый диск в линии С2. Во-первых, он намного больше, чем вот эта вспышка звездообразования. Тут меньше килопарсека, а тут радиус 4 килопарсека. А во-вторых, этот газовый диск вращается. И он вращается совершенно регулярно. Вот посмотрите на ближнюю вселенную, у Антона Вадимовича Засова. Вот ближние спиральные галактики так вращаются. По кругу, вообще без каких-либо пертурбаций. Никакого мержинга, никакого безобразия. Мержинг нужен был для того, чтобы получить потом эллиптическую галактику. О нем мечтали. А тут оказалось, что это галактики дисковые, причем массивные вестима. Причем диски газовые у них невероятно динамически холодные. Вот эта диаграммка отношения скорости вращения к дисперсии скоростей газовых облаков. У нас газовые облака ходят по кругу, а кроме этого они еще и испытывают хаотические движения. Вот отношение скоростью порядочного вращения к типичной скорости хаотических движений – это показатель так называемой динамической нагретости. В ближней вселенной, у спиральных галактик – это десятка. Но и на красном смещении 4,5, вот уже набрали на Альме десяток таких объектов, на красном смещении 4,5 – это тоже оказалось десятка. И вот этого совершенно никто не ожидал, потому что на промежуточном красном смещении 2 диски были куда более динамически горячими. Известно, что на красном смещении 2 массивные дисковые галактики, испытывающие достойное звездообразование, они выглядят вот такими комковатыми, и размеры областей звездообразования килопарсек подстроены к толщине газового диска. Газовые диски имеют толщину килопарсек – полтора, и имеют они такие большие толщины именно потому, что у них большая дисперсия скоростей газовых облаков. Чтобы у нас газовый диск находился в гидростатическом равновесии в гравитационном потенциале, у нас толщина газового диска должна быть подстроена к дисперсии скоростей. На красном смещении 2 дисперсия скоростей 80 км в секунду, 70-80, и отношение V к сигма – единица. На красном смещении 4,5 дисперсия скоростей падает до 30, а отношение скорости вращения к сигма растет до десятки. Теоретики предсказывали, причем это даже не космологи, это газодинамики, гравитационисты, специалисты по гравитационной неустойчивости. Они предсказывали монотонный рост дисперсии скоростей газовых облаков с красным смещением. В наблюдениях получилось не монотонное падение на красном смещении 5. Никак объяснить невозможно. То есть тут уже встали в тупик не только космологи, но и физики. Вот Алаверды от Джеймс Вебб телескопа, поскольку очень хорошее пространственное разрешение, набрали уже статистику по галактикам не только на красном смещении больше десятки, но и по всем промежуточным красным смещениям. И вот, так сказать, трудолюбивые китайцы померили статистику толщин дисков, видимых с ребра. В данном случае речь идет о звездных дисках. Померили статистику толщин характерных вертикальных масштабов для галактик, видимых с ребра, на разных красных смещениях в бинах. Вот это у них среднее значение по бинам черной квадратики. И к моему глубокому изумлению сами они этого не заметили. К моему глубокому изумлению после максимума на красном смещении двойка, у них последняя точка, она, правда, одна и все-таки ошибка, но она, тем не менее, радостно падает вниз. То есть на красном смещении четыре с половиной, диски опять страдаются тонкими. Это никак не понять. Но тем не менее, благодаря хорошему пространственному разрешению Джеймс Вебт-телескопа пошла статистика по морфологии, по структурным параметрам дисковых галактик на разных красных смещениях. Вот тут я вам только показываю картинку. Первая статистика уже наведена. Но картинки тут, так сказать, еще больше впечатляют, когда мы смотрим на диски на красном смещении. Какое тут красное смещение? Где-то у меня тут восьмерка попадалась. То мы видим, что таки, да, на больших красных смещениях уже существуют массивные дисковые галактики с очень тонкими дисками. Просто глазом в этой выборке можно это видеть. По поводу того, что космологи нам предсказывали, что все начинается только с дисковых галактик, а потом из них слияниями получаются эллиптические галактики, и при этом слиянии зажигаются квазары. Я вам, по-моему, рассказывала год назад эту замечательную схему для эволюции гигантских эллиптических галактик, что чтобы подавить в них звездообразование на тех ранних стадиях, чтобы вспышка была короткая, обязательно нужен квазар. Потому что иначе в рамках массивного темного галла это звездообразование так быстро не остановить, оно будет продолжаться и продолжаться. А мы видим по химическому составу звезд близких эллиптических галактик, что звездообразование остановилось меньше, чем за миллиард лет. Вот теоретики придумали, как это сделать, как его остановить. Галактика массивная, у нее в центре должна быть массивная черная дыра. Вот начинается звездообразование, газ турбулизуется, или там Мержин какой-нибудь тоже, естественно, газ турбулизуется, и падает весь на центр. И запитывают центральную черную дыру, зажигается квазар в центре эллиптической галактики. Квазар очень мощный, чем массивнее эллиптическая галактика, тем мощнее квазар. Он греет этот газ вокруг себя, и звездообразование прекращается из-за того, что газ нагрет. И хорошо еще, если не уйдет, а скорее всего он вообще и уйти должен из галактики. И мы получаем звездную систему с установленным звездообразованием, спасибо квазару. Естественно, это все привязывали к статистике появления квазаров во Вселенной. Вы, наверное, слышали, что квазары во Вселенной в массе своей появляются после красного смещения четверка. Но на самом деле, если мы смотрим вот уже на первые данные по эволюции галактик, согласно Джеймс Вебб статистик, на красном смещении шестерка, то уже здесь наблюдаются массивные, значит, это главные последовательности, тут разбиты по бинам, по красным смещениям, от 1 до 3, от 3 до 6. Появляются главные последовательности, и более того, появляются галактики массивные с подавленным звездообразованием. То есть, на самом деле, первые морфологические результаты Джеймса Вебба-телескопа говорят о том, что морфологический состав галактик на красном смещении, по крайней мере, шестерка, ну, от шестерки до восьмерки даже, как говорят вот эти экстремисты, он уже был таким же, как в Ближней Вселенной. То есть, были тонкие дисковые галактики, их было большинство, были эллиптические галактики с прекращенным звездообразованием, массивные. Вот когда это все успело собраться, становится пока что совершенно непонятно. Но, тем не менее, наблюдательную статистику уже навели первую. Значит, что я хочу в заключении сказать. Несмотря на то, что выборки галактик на красном смещении 16-17, о которых изначально было объявлено Джеймс Вебб-телескопом, пока не подтверждаются, тем не менее, многое за вот этот год, прошедший после появления первых результатов Джеймс Вебб-телескопа и сегодняшним днем, за этот год, тем не менее, проблемы лямбда-сидием-модели, вообще говоря, не рассосались. То есть, галактики до красного смещения 12 спектрально подтверждаются, их очень много для предсказаний лямбда-сидием-модели, и они слишком массивные для предсказаний лямбда-сидием-модели. Я уже не говорю, так сказать, про перспективы изменения наших представлений о морфологии этих галактик. Тут, так сказать, пока еще народ не развернулся с интерпретациями, но намеки уже есть, что с морфологией этих галактик тоже будут проблемы, не только с массами. не рассасывается проблема с слишком высокими темпами звездообразования на красных смещениях больше 10. Не рассасывается. По-прежнему предсказания космологических моделей, которые были сделаны до появления данных с Джеймс-Вебб-телескопа, вот эти предсказания, они категорически расходятся с наблюдательными данными. Другое дело, что предсказания эти были сделаны в рамках упрощенной модели, привязывающей, собственно, вот события формирования галактик, остывания газа, формирования звезд из газа, какие-то события, связанные с регулировкой процесса звездообразования обратными эффектами. Вот все эти представления до сих пор были достаточно простыми, и сейчас уже ясно, что они излишне упрощенны. Возможно, если хорошо подумать и усложнить физику, связанную с формированием звезд из газа и вообще говоря, с формированием даже и газовых дисков внутри темных галлов, возможно, если физику усложнить, если на ней хорошенько подумать, ее подстроить тонкими надстройками, возможно, удастся все, так сказать, ввести в рамки лямбда-сидем-модели. Лямбда-сидем-модели будут усложнены, естественно, но это происходит с ними все время в последние 30 лет. Потому что в последние 30 лет все время появляются наблюдательные данные, которые заставляют теоретиков усложнять лямбда-сидем-модель, чтобы согласовать модельные предсказания с наблюдательными данными. Ну вот в данном случае, как я показывала, статистика работ теоретиков за последний год показывает, что идеи у них есть и, вероятно, эти идеи помогут, по крайней мере, по темпам звездообразования согласовать наблюдения с общими модельными рамками. Так, у меня все.